Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. Сегодня я, отвечая на просьбы многих из вас, хочу ознакомить вас более подробно с тем методом, который позволил мне избавиться в первую очередь от сахарного диабета второго типа и от лишнего веса. Любой из вас, используя данный ролик, думаю, сможет получить для себя достаточное руководство для того, чтобы завтра же начать борьбу с сахарным диабетом. Этот ролик я решил выпустить в связи с тем, что очень много людей ожидает этой информации. И заранее хочу объявить о том, что у меня на канале будет большой, более подробный курс для тех людей, которые желают более комфортно соблюдать этот курс, в котором будут и готовы предложены различные меню для того, чтобы готовить пищу в этом рационе. А для тех людей, которые уже сегодня хотят что-то сделать для своего оздоровления, я сегодня об этом расскажу. В первую очередь я исключил из своего рациона следующее. Это углеводы. Что значит углеводы? То есть здесь сюда входят и простые углеводы, и сложные углеводы. То есть на данной диете в рационе углеводы не должны превышать от 30 максимум до 50 граммов за один прием пищи. Что значит углеводы? Туда входит все мучное. Любой хлеб, хинкал, макароны и так далее. Туда входит картофель, входит любой рис, все злаки, любые каши, овсянки, гречки и так далее. Полностью исключил из своего рациона растительные масла, рафинированные, гидроризированные. Кстати, я по поводу этих жиров и масел сделаю отдельный ролик. Я исключил из рациона любые все вот эти растительные масла и пользовался исключительно хорошего качества оливковым маслом. И то исключительно для заправки пищи, салатов, еды и так далее. Но не для того, чтобы жарить, готовить на нем пищу. Для того, чтобы... То есть вот те масла, которые обычно продаются, на которых вот недавно тоже был ажиотаж, это простые подсолнечные масла, которые прошли переработку, на которых обычно все домохозяйки готовят свою пищу. Это масло, источник большого количества болезней, источник развития раковых заболеваний, сердечно-сосудистых проблем. То есть эти масла я всем советую исключить вообще из своей кухни, запретить их покупку. Готовить пищу ягод исключительно нужно только на следующих маслах. На сливочном масле раз, на топленом масле или же на кокосовом масле. Я, как всегда, готовил яичницу исключительно на топленом масле. Следующее, третье, что мы исключаем из пищи. Все молочные изделия, начиная с молока, кроме, за исключением, можно употреблять жирную сметану, сыры и жирный творог. Следующее, полностью исключаются из рациона все фрукты, за исключением следующих ягод. Это клубника, ежевика, голубика, малина, авокадо. Эти авокадо, это такой фрукт, который заслуживает отдельного ролика, который и по сей день является основным фруктом, который я употребляю чуть ли не ежедневно в каждый завтрак, который я очень советую употреблять на этой диете, так как это чистые растительные жиры, он содержит огромное количество, этот фрукт содержит большое количество необходимых питательных веществ и он является очень важным на этой диете. Следующее, что необходимо исключить, это сахар и все сахаросодержащие продукты. Это варенье, это компоты, газированные сладкие напитки, все, что содержит сахар. Если быть внимательным, когда вы покупаете продукты с супермаркета, вы обязательно смотрите на состав. Вы сахар найдете везде, чуть ли не везде. То есть даже в кетчупах, там заправках, к салатам и так далее, нужно быть очень внимательными для того, чтобы не допустить сахар в рацион. Очень важно. Следующее, что необходимо исключить, это мед, финики и все сухофрукты. Все бобовые, горох, фасоль, чечевица и так далее. Вот мы исключаем вот все вышеупомянутые из своего рациона и все остальное. То есть вы, конечно, услышав этот список, многие, естественно, зададут вопрос, а что тогда остается есть? Поверьте мне, остается очень многое. И мы должны на этой диете мы употребляем необходимое количество протеинов, то есть это любое мясо. желательно, чтобы мясо было жирное, чтобы мясо было травяного, от корма. Мы употребляем яйца домашние на завтрак, мы готовим любые яичницы, мы едим огромное количество, то есть большое количество зеленых салатов, капуста, потом рокколи, руккола, петрушка особенно, то есть огромное количество, то есть сделайте большую тарелку для каждого рациона, хорошую тарелку зеленых овощей. И исключив вот все это, мы соблюдаем эту диету вместе с интервальным голоданием. Что значит интервальное голодание? Первую неделю я ел три раза в день и при этом исключал перекусы между приемами пищи. Вы поели, все. На этом после того, как вы закончили свою трапезу, мы ничего не жуем. Мы пьем водичку хорошую, мы пьем зеленые чаи, мы пьем отвары пажитника, хельбы, мы пьем отвар корицы, то есть пьем естественно все это не сладкое без сахара. Мы можем выпить, если мы испытываем чувство голода во время интервала, мы можем выпить чашечку горького кофе. Очень-очень важно пить воду, очень важно пить воду с яблочным уксусом. в среднем 2-3 раза в день мы пьем яблочный уксус, разбавляя одну столовую ложку на стакан воды. После каждого приема пищи и желательно перед сном. Вот приблизительно вот такой рацион, вот такой режим питания. Спустя неделю мы плавно переходим с трехразового питания на двухразовое питание. То есть мы два раза питаемся в день и при этом увеличиваем свой интервал между последним приемом пищи сегодня и первым приемом пищи завтра. Чем дольше вы делаете интервал между этими двумя приемами пищи тем больше тем здоровее вы становитесь. Стараетесь увеличивать интервал между сегодняшним ужином и завтрашним завтраком. И тем самым вы очень желательно чередовать двухразовое питание в дальнейшем одноразовым питанием раз в сутки. То есть вы можете по понедельникам и четвергам поститься согласно сунне пророка саллаху алейхи вассаляма. Так у вас получается одноразовое питание и этот интервал наиболее решающую наиболее важную роль в процессе исцеления от сахарного диабета играет как раз таки именно этот интервал в котором вы воздерживаетесь от приема пищи. То есть перекусы между приемами пищи они большое препятствие на пути оздоровления. Поэтому мы питаемся без перекусов. Допустим вы решили ну ничего можно здесь пару орешек взять в рот закинуть там орешки закинули там что-то маленькое там семечки погрызли ваш интервал нарушается. Поэтому очень важно соблюдать интервал это я еще раз подчеркиваю. Поэтому те люди которые ожидают от меня ожидали от меня более подробного рассказа о том каким образом я вылечился вот здесь я более или менее постарался вам это изложить для того чтобы вы могли приступить я думаю здесь достаточная информация вы можете нажимать на паузу повторно просматривать и в заключении дорогие братья и сестры хочу сказать следующее многие из вас наверное принимают препараты от диабета у многих из вас есть свои личные лечащие врачи с которым вы советуетесь после начала после того как вы начнете этот режим питания консультируйтесь параллельно со своим лечащим врачом регулярно следите за уровнем сахара в крови для того чтобы избежать гипогликемии то есть падение сахара и отменять медикаменты препараты строго по согласованию со своим лечащим врачом прошу Всевышнего Аллаха скорейшего исцеления всем больным и терпения в борьбе со своей болезнью ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату